Привет, мои уважаемые зрители! С вами Деря Вася и сегодня я вам расскажу и покажу, чем же я подкармливаю своих креветок, рыбок и вдобавок еще обеззараживаю воду. Что же это у меня такое? Ребят, это у меня листья. Я их заготавливаю осенью, когда уже они опадают, ну что-то чуть раньше. Вот, например, это у меня листики крапивы. Это я все сушу и потом в сухом виде вот так вот содержу. А вот это у меня листики дуба. Еще можно использовать листья ореха. Ну, в данном случае я использую листья дуба. Я беру их, пособирал, но только когда сухо. И в дальнейшем высушиваю, чтобы потом поместить в аквариум. И потом до следующего урожая, так сказать, я все эти листики потихонечку помещаю в аквариум. Там они уже подъедаются и по мере того, как они уже исчезают, я обратно еще подкладываю листики. Сколько листиков в классе, я кладу один листик на свой 112-литровый аквариум. Такой вот листик. Поквал. Никаким кипятком, ничего я не обрабатываю. Вот как собрал. Вот так вот я его сейчас и помещу. Как это будет выглядеть в аквариуме, сейчас я вам покажу. Итак, взял вот такой листик. Мы его просто опускаем в воду. Сейчас. Видите, он сейчас пока сухой. Сейчас он набирается водички, промокает. И впоследствии он опускается на дно. И вот уже листик, немного опустившись вниз, он набрался воды. И сейчас он начнет промокать. В дальнейшем его уже начнут кушать наши креветочки. И также рыбки тоже будут его подъедать. Еще он прекрасен для наших улиточек. Они тоже любят его погрызть. И в скором времени, ну это не раньше, чем через недельку, так точно. Может и две лежать. Бывает, что и месяц лежит у меня такой листик. Впоследствии остается только стерженек от него. Ну и тот потом уже либо растворяется, либо бывает съеден, либо я его просто достаю и выкидываю. А на этом у меня все. Спасибо вам огромнейшее за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте поставить палец вверх. Кто не подписан на канал Деревасик, обязательно подписываемся. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока.